Хей! Всем привет! Меня зовут Надежда, и вы на моём YouTube-канале Стардаст Листьев. Мы продолжаем прохождение короны из листьев. Всё время забываем, потому что привыкла говорить клубы романтики. У нас продолжение, значит, мы встретились с человеком. Вот. И что-то странное происходит. У нас общие знакомые, знакомые, и вообще оказывается, что мы доппельгангер. Кто-то хорошо проводил время, смотря радиофильмы, поведая по корню. Ну кто? А, так, это я случайно нажала. Так, а что нам нужно сделать? Опа. Здесь повсюду техника и Нига, но она какая-то не такая, как обычно. Как она вообще сюда попала? И Нига проспонсировала наше путешествие. Это старая цурайская аппаратура, которой уже давно никто не пользуется. Я слышала, они от отца. Ты что-то путаешь? Нига производит фототехнику, и вовсе не цураи это делают, а смертные. Да, ты очень умная, я смотрю. По радости, что я с тобой. И кто тебе еще скажет, что путешественники пошлили, любят присваивать себе чужое. Тогда почему босс сказал? Не упоминай при мне бой, доппельгангер, даже не смей. Что ж, кто он? Надо бы расспросить его, кто он. Но я и так знаю, что он дольпельгангер, так что неинтересно. Как попал сюда? Может, спросить его, как он сюда попал. Зачем? Я создала его на живопроигры, конец истории. Должно быть скучно быть тобой. Хорошая тема для разговора, но скучная. Смертные вообще скучные. Офигеть ты, какой прекрасный. Да, вот это. Знаешь, что это за жетон? Нет, ну вряд ли для парка развлечений. Да я и без тебя в курсе. Он для торгового автомата. Правда, автомат не работает и в нем ничего не продается. Ну так, что ты от меня хотел? Да ничего я не хотел. Пф, как скажешь. Это же Флинн. Бо подарил фотоаппарат и предложил сделать снимок. Именно так все и было. Видишь, я говорю тебе правду. Да, это только подтверждает теорию, что ты мой двойник. Если я буду рассказывать о Тиглодере, прямо противоположно. Ты успокоишься? Тогда ты будешь лживым Доппельгангером. Ох, да ладно. Сейчас не время показывать ему театр. Ну, видимо, все, что мы можем обсудить с ним. Так, у нас что? Нож у нас остался. Окей. Ну, здесь в целом мы все посмотрели. Единственное, что у нас автомат не починен. Нам, видимо, надо его починить. Как же мы его починим? Может, еще раз попробовать? Нет, он не дает, не разрешает больше. Ладно, может, у нас что-то открылось. Нам нужен огонь все еще. Погоди, я знаю это место, сияющая монетка. Тут я праздновал свой день рождения. Мой день рождения. И нет, ты ошибаешься. Я был здесь буквально минуту назад. Рояль, столы, лестница. Будь ты повнимательнее, а то заметил бы, что пруда нет. Какого пруда? Маленького, он был справа. А, ну что ж, я не любитель воды. Я плохо помню, что происходило после того, как меня пырнул Флинн. Но его явно не на чай со штурделем пригласили. Цураи были вне себя. Они хотели порвать его нос, куда их без суда никто бы так не сделал. Так что его схватили, судили и должно быть казнили. И прекрасно, хотя бы месть не будет меня отвлекать. Отвлекать от чего? Нет, я понимаю, ты хочешь выбраться отсюда, разделяю это так себе местечко. Но что дальше, какова твоя цель? Ты скажи мне сам, что у тебя за цель? Вообще-то я должен был закончить работу для одного заказчика, но тут выяснилось, что я могу считать созвездие и обязана разгадать корону из лестьев. Понимаешь, когда-то я очень этим увлекался, пока мне не пришлось сменить интересы. А тут самец Урай прямым текстом сказал, что это мое предназначение. И теперь ты хочешь все бросить и вернуться к звездам? Да не знаю я, это то, чего я так долго желал. Но я понятия не имею, что это такое за корону из лестьев и где ее искать. И правильно, если уж выбирать свой путь, то следуй ему. Тем более нехорошо обманывать заказчиков, я бы на двоймесях так никогда не поступил. Я не поведусь на эту манипуляцию, да и не надо. Из зома-то выберется только один. Потому что кто-то из нас, и теперь я уверена на 100% кто именно, всего лишь подделка. А, нам же вроде давали еще пленку. А, не, показалось. Ну, глянем тут еще. О, я так и знала. Смотри, дверь! Попробуем открыть ее. Здесь есть замочная скважина. Валяй! А я... А ключ вот куда возьмем? Ага, нет ручки. Ключ, как видишь, тоже никто не догадался рядом на гвоздь повесить. Ну, ты всегда можешь поискать где-нибудь глиняную жабу или кирпич и пошарить под ними. Вот и язва. Знаешь что? Я и правда поищу. Ой, какие ноги прикольные. Я же не видела до этого класса. Замочная скважина на любой вкус. Большие, большие, еще большие, все фаршивые. Бубенчиковое дерево. Бо выменил его на фаппараты Нига. Для меня. Для меня. Ты тут ни при чем. И все-таки удивительное совпадение, правда? Не то слово. Эй, ну хватит. Я знаю, чем ты думаешь. Для чего ты так зациклился на своих Доппельгангерах? Есть варианты получше. Например, мы могли бы быть одной и той же личностью, только из параллельных семья Леных. Ну, или Флинн мог оказаться маником-убийцей, который раз за разом выбирает похожих между собой смертных. Он внушает меня, что они мелкие и сомнительные. Бо, по-двоему, тоже маньяк, который ищет друзей по одному и тому же паттерну. А насчет этого Бо с Флинн могли бы быть в сговоре. Я знаю, Бо, лучше тебя, Доппельгангер. И я знаю, что он всегда будет на моей стороне. Так что вы прекрати гавкать. Я даже не знаю, что меня больше задевает. То, что ты называешь меня своим злым двойником или твои намеки на то, что я животное. Я не намекаю, ты животное. Предлагаю вернуться к ключам и дверям. У меня есть лопата. В некоторых случаях может работать, как очень линггантная отмычка. Отойди-ка подальше. Это? Это что? Как? Не может быть. Омот не может слушаться себя. Думаю, что может. Хотя в этом я и сам не уверен. В смысле слушаться? Что вообще происходит? Труп? Он настоящий или... Настоящий. Слушай, он похож на тебя? Да, уж мне тоже так показалось. Осталось только понять, это Омот создал образ или он такой же чужак, как и я. Думаю, он часть местного пейзажа. Охренеть! Не на ту кнопку я нажала. Я не в настроении смотреть на это дольше, чем уже посмотрел. Ну и ладно. Зато в цветочках всё. Цветы на этих устах светятся сами по себе. Но почему-то мне кажется, что они не имеют отношения к свету-проводнику. Они едва слышно поют, и это пение похоже на эхо. Я тоже это слышу. Ага, как же. Какой-то вредный мужик, блин. Я надеялась на лучшее. Ну, смотрите-ка, руку какую-то нарисую. Опа, лампочка мигает. Ну вот. Эй, я решила кое-что проверить. Иди-ка сюда. Что там? Видишь звёзды в этой луже? Давай, приступай. Ты там что-то говорил про своё предназначение? Вот сейчас и проверим. А что надо делать? Я не понимаю. Упс, пёсик не может читать созвездия? Что, цурая ошиблись? Блин, ты чё такой мерзкий мужик? Забирай свою игрушку, придурок. И прекрати уже свои ксенофобские шуточки. Сил нет это слушать. У меня было много приятелей среди людей. И ни один не был таким уродом, как ты. Зато теперь ты убедился, что я настоящий звездочёт. Да, убедился. А ещё получается, что я не Доппельгангер. Получается, что так. Ошибся с кем не бывает. Вот мразь. Не, ну это, блин, обидно вообще-то. Опять звёзды. Так, это не то. Хрен их поймёшь. Как тут их крутить? Надо запомнить. Надо запомнить. Надо запомнить. Что не больше какие-то прямые линии. Охренеть. Подвал открылся? Не, погодите. Мы ещё не всё осмотрели. Низкий неудобный письменный стол. Клянусь, их делают исключительно для каратышек, вроде Флина. Может быть, это его стол? Я слишком хорошо помню этот потайной ящик в столешнице. Нужно нажать на крышку, чтобы она поднялась. Замок, конечно же, заперт. У него есть лопата. Ты чё, забыл? Может, ножом? Нет? Ну и ладно. Так. Нет, не та кнопка. Эта картина ясно даёт понять, какой натюрморт здесь должен быть. Цветок, фотография, витрушка. Витрушка. Странный набор. Не вижу в нём никакого смысла. Может, это всё нужно сюда положить? Петух с пришитой головой. Парень явно в боевом настрое и готов пустить в ход свои шпоры, если бы не был мёртв. Ха! Ебать, смешно. Запечатанный шкаф. Слово на ленте написано на языке святых, но оно мне знакомо. Цурай часто пишет его на городских стенах. Коран. Берегись. Это кресло словно приглашает меня сесть. Ещё чего. Знаю, я такие кресла. Оно чудовищно неудобное. И всего-то. Я думала, ты сейчас скажешь, пускай этот на нём посидит. Ничего не видно. Но если как следует приглядеться, становится понятно, что за окном снежный вихрь. Или нет? Кажется, я вижу далёкие очертания деревьев. А теперь всё исчезло. Просто мутный свет. Ой. Опять путай кнопки. Я небольшой знаток искусства. Уже не работает. Так, мы всё смотрели. Ну, пойдём вниз. Пойдём, не будем тормозить. Ключ. Вот так вот просто. На виду лежит ключи, даже без подвоха. Жаловаться не буду. Ключ, вам эти полезные вещи. Тут осматривать и осматривать. Эту ветку я нашёл, когда бегал по лесу. Она была вся покрытая мягкими пёрышками, собранными в пушистые шары. Долго они не продержались. Поток убил их. Что мы здесь, собственно, ищем? Огонь. Выход из омана. Завален буреломом, который, как гласит инструкция, нужно сжечь, если хочешь выбраться. Барахла в этом подвале полом. Может, и на нём что-нибудь, что можно поджечь. Когда я только появился в омуте, ты сказал, что я пытался создать огонь на живопроекторе. Да. Не быстрее ли было добыть пламя, не знаю, трением. Раз там целый бурелом найдись, уходит дерево и труд. Не состоял бы труда. Так иди, попробуй, раз тебе не трудно. Чего ты за мной тогда ходишь? Я сам прекрасно справляюсь. Сначала меня создал, потом живопроектор сломал. Не очень хорошо у тебя дела идут. Да, ты прав. Не у меня одного. Чувствую, будет только хуже. Придется справляться. Если омут вдохновится своими вспоминаниями, то я даже думать не хочу о том, что нас ждёт дальше. Фолли. Фолли. А? Это что ещё такое? Что с ней? Странно себя ведёт. Кажется, она не собирается на нас нападать. Тебя ранили? Фолли. Это Цурайский? Нет. Величайшая глупость. Величайший разум. Глупость. И безрассовно сотворят прекрасный мир. Потеряемыми в глубине из чернил. Сотворённые чернила возвращаемся. Наши деяния, наши лишат счастья. Остальное мы делаем поддляем её слов. Кого ты имеешь в виду? Какие чернила? Мы состоим из чернил? Это же нонсенс. Чернила просто название. Это кровь. Не только кровь Цурай, но и кровь всего существующего. Её используют, чтобы творить. У меня сейчас появилось много вопросов. Да-да, разберёмся с этим позже. Ну, если тебе нужно что-нибудь, скажи. Моё имя? Мы его не знаем. Мой хозяин! Он? Тот, мёртвый захашь наверху? Из единого создана, по-разному сплетены. А ей не нравятся односложные ответы. Она бы с лёгкостью сдала экзамен на институт, в котором я готовился целый год. Кстати, она принесла строку из откровения отшельника с горы Ферран, которые были зашифрованы двумя чёрными методами. И я даже смог расшифровать некоторые. Прекрати болтать, мешаешь? И ещё что-нибудь? Моё имя. Мой хозяин. Имя даст мне волю. Похоже, этим всё исчерпывается. Если хозяин в соседней комнате, а эта милашка не может выплазить и забраться до него, значит её что-то держит. Что, если рама и есть её уковы? Может, попытаемся расковырять вон ту раму, из которой она торчит? У тебя же есть лопата? Хочешь попробовать? Вперёд. Но мне кажется, от этого не будет никакого толку. Да, наверное, ты прав. Значит, придётся искать ещё варианты. Офигеть. Так, ветку мы посмотрели. Судя по обрывку цепи, это сундук не просто коров для хранения, а чернильный резервуар. И он должен быть подвешен к потолку. Может, у клины был такой или убо. Точно не помню. Очередной дичь инига, полагаю. Баран. Разделённый на части. Может, его надо собрать? Похоже на икру огромной рыбы. Полная бесполезного хлама коробка знакомого хлама. В детстве каждая из этих игрушек была для меня настоящим сокровищем. Даже смешно, что дети так сильно привязываются к вещам. Это должно быть в натюрморте. Забираю. Так, это прочитали. Модель головы Соломонари. Как ты назвал? Соломонари? Так и назвал. Хм, а выглядит как череп грача. Очень большого грача. Не думаю, что это настоящий череп. Я знаю, что бежит по этим трубам. Чё, кровь? Голубь без головы, зато со стрелами. Одноглазая кошка с плоской мордой. Откуда омут вытаскивает эти образы? Ничего подобного я не помню. Какие-то скучные минералы. Штуковину с лучами я точно где-то видел. В доме Флина. А вот это копьё. Тоже знакомое. Ну, тут вроде больше ничего. Пойдём попробуем узнать имя нашего товарища. Так, чё там нам ещё надо, кроме ветерка-то? Фотка. А, так фотка у нас есть. Мы можем положить. Нужен цветок. Берём витушок. Берём фотку. Чё? А, она не полная. Типа надо полную фотку. И ключ. Что это похоже на половину фотографии? Это не твоё дело. Это же тот снимок, да? С Боей Флином. Я сказала, не твоё дело. Нафига клала, если надо потом убрать? Я не знала, что так. А, надо соединить. Блин. Ой, а этот знак мы видели. Вот этот вот круглый. Так, нужен цветок, короче, остался. Правильно? У нас чё ещё? Нож, ключ. Ну, ключ от этой. Так, окей. Он ещё не в настроении на это смотреть. А я не в настроении слушать, как орёт мой кот. А можем чё-то ножом ещё отрезать? Чудесный кот. Я причём думала, что мы всё ещё играем за нашего главного героя, а тут уфига. И оказалось, что мы уже за человека играем. Нужен цветок. О, а где взять цветок? Я чё-то не это. Может, там? В холмом станет точно такая же доска объявлений. С чего ты взяла? Это, может быть, какая угодно доска. Тебе бы лишь припираться. Это деревья? А, это так важно. Здесь повсюду кораллы. Плохой знак. Почему? Штили опасен для смертных. Но место, в котором есть кораллы, опасно даже для цурай. Что-то не верится. Когда я была на Теглодаре, они росли повсюду. Никого не беспокоило. Значит, твоих воспоминаний кораллы были. Наталкивают на мысли. И меня. А меня нет. То есть, мы в любой момент можем с ним поболтать. Что за... Как и где мы должны искать имя этого тупого червяка? Вряд ли оно просто так написано на стене. Вряд ли оно вообще написано. Оно может оказаться и, скажем, символом. Не хочешь пойти поискать? А я пока здесь подожду. Да, конечно. Хотя, постой, даже не собираюсь. Ты же у нас хозяин Омута, который следует за светом. Вот и следуй. Гирлянда в подвале была последним знаком от Бо. Новых ламп я не видел. Что за предсказания с горы Ферран? Про какие предсказания с горы Ферран? Ты там говорил. Откровение отшельника с горы Ферран. Это кодекс с иллюстрацием, который был найден на этой самой горе в пещере. Ну, конечно, этот отшельник так просто вам его отдал. Этот кодекс нашли лет 300 назад. Так что, да, останки отшельника особо не сопротивлялись. Ну, и в чем заключалось его откровение? Близни своему мишкам. Я, ну, лучше всего помню, что сказал змея. Из единого создана, по-разному сплетены. Это означает, что у всех разумных существ есть шан, но ла, то есть тело, отличается. И что все? И это все, что ты помнишь? Да, это все, что я помню. Никогда не любил садоводство. Грязно, да еще и пустое трата времени. Только с ураем могут заниматься такой дребеденью. Сад настолько едкий, что разъел нож, а на руках ничего. Конечно же, это не сок, это чернила. Понятненько. Вот, видимо, может мы сейчас получим имя. О, здравствуйте. Здесь лежит какая-то карточка. Эта карточка из незадавшейся коллекции. Ее выпустили вместе с журналом. Мне интересно, что там с ней делать. Кто знает, зачем Омут подкинул тебе Меридубовую карточку. Погоди, ты видишь, что на ней написано? Нет, просто у меня есть такая же. Название там нет, только цена. Да и Меридуб я легко узнаю. Не буду ничего трогать, а то мало ли. А, Меридуб. Может, это этому надо отдать? Потому что у меня больше вариантов нет. Имя твое мы не нашли, зато нашли вот это. Имя. Говорю же, не нашли. Она хочет сказать, что ее зовут Меридуб. А. Опять я голоса перепутала. Она хочет сказать, что ее зовут Меридуб. Печальный царь деревьев. В плене для шан, дом для сердца. Я Лок Меридуб. В точности как... В точности как тот, над которым я работаю. Только мой белый. А это как будто грязный, даже мягкий, влажный, как гнилая деревяшка. Ты работаешь над Меридубовым браслетом? Да. Блин, они же просто идентичны. Другого такого просто быть не может. Я делаю его по индивидуальному эскизу. Надень его. Зачем? Хочу посмотреть, что произойдет. Надевай. Ну, странно. Ладно, снимай. Мы должны отнести браслет к хозяину. А, хозяину типа вот к этому? А, блин, это реально нас убили? Милош? Крюм. Я не думал, что все получится. И теперь я счастлив, дорогой мой друг. Все-таки ему это удалось. Милош, что с тобой случилось? Мне приказали следить за омутом. Ты должен был скоро возродиться. Но для них скоро это глаза моргнуть. А для меня так долго. Но я ждал. Охренеть, что происходит вообще? Кто приказал тебе следить за омутом, Бо? Эй, Милош. Нет, не Бо. И не Флинн. Я его не знаю. Я спрашивал, куда делся Флинн. Но мне сказали, что он мертв. Мертв? Его казнили? Милош. Слышишь, что они с тобой сделали? Эй. Кориом. Я слышал, как ты звал меня. Я приходил, стоял наверху, услышался. А потом понял, что пора. И спустился. Похоже, я стал жертвой. Но я рад. Рад, что он так умно все провернул. Для короля ты достанешь свою корону из лисиев. А для меня живи, пожалуйста. Дядя Милош, мы вытащим тебя отсюда. Руи? Здравствуй. Не ожидал тебя здесь увидеть. Только вот жаль тебя. Не хотелось, чтобы с тобой случилось то же самое. Не рассказывай семье. Ладно. Как нам выбраться? Нам нужно найти огонь. Не знаешь, где его искать? Ты его уже нашел. Он прямо за твоей спиной, мой дорогой брат. Что? Что мне делать? Скажи, я не могу так. Милош. Милош. Ну, мы теперь, он точно умер. Так, аж вот что за любимый брат Кириум. Это ты. Я видела эту надпись в справочнике по ювелирным материалам. Ты еще и мой подарок нос свой засунул. Милош, мой дядя. И этот справочник достался мне почти по наследству. А ты, Ру, его пленяя, которым я никогда не слышала, ювелир. Делай же браслет из Миридума. Надо решить, как нам быть дальше. Нет, погоди, сначала мы должны во всем разобраться. Если Милош прав, ты теперь вместо него. То это объясняет, почему ты здесь появился. Ты мой новый напарник. Уж лучше бы я был допинггангером. Мне это все категорически не нравится. Так что давай подумаем, что делать с телом Милоша. Брилаль столько лет мне считала его погибшим без вести. Он был здесь. Мы должны взять его с собой, чтобы нормально похоронить. Ты слышал, что он тебе сказал? Не рассказывай в семье. Хоронить тут уже нечего. Сам посмотри. Омот наполовину зажрал его. Будь уверен, он и со второй половиной разберется. Почему Милош присматривал за Омотом, да? Скажи что-нибудь. Ты же постоянно строишь все такие предположения. Да отвали ты. Я смотрю, ты важная птица, раз все направо и налево жертвует собой ради тебя. Но мне плевать. Я не хочу закончить так же, как мой дядя. И заменой, неважно кого или чего, тоже быть не хочу. Какой-то он мирский типок. Ладно, вернемся к насущному. Мы до сих пор не знаем, где искать огонь. Милош указал на тебя. Что ж, я не огонь, я обшивый сахаш. Мне надо было раньше догадаться. Загоревшая пленка, что может быть очевиднее? Кто ты вообще такой? Я мать его за звездочет. Сын сурай, смертной женщины. И избранный спаситель Штиля. Можем мы уже идти. Если ты спаситель Штиля, то зачем Финн тебя убил? Не знаю. Судя по тому, что я видел в твоих воспоминаниях, вы друг друга на дух не приносили. Да пошел ты, не твое собачье дело. Два моих друга мертвых. Почему? Кто разрешал им умирать? Они меня, стрих от них подери, предали. Как я теперь буду без них? Кто будет мне помогать? Я не справляюсь сам. Мне нужно, чтобы они были со мной. Они меня предали, предали. Эй, слушай. Я не хочу ничего слушать. Кориом. Не знаю, как там Флинн, но Милош тебя явно очень любил. Между самопожертвованием и предательством нет ничего общего. Понимаешь? Зачем ему надо было жертвовать собой ради меня, если он все равно умер? А что я буду делать? Зачем Флинн так со мной поступил? Он мне готовил одежду, пупил шнурки и завязывал мне. Придется купить обувь без шнурков. Но у меня даже денег нет. Тебя, правда, сейчас беспокоят шнурки? Нет, не шнурки. Ты не понимаешь. Порядок нарушен. Если нет Флинна, какой смысл в бо? Если нет Милоши, какой смысл во мне? Кто, если не бой, оживил меня? Зачем, если уже ничего не будет по-прежнему? Все ради короны из листьев, очевидно. Да, все ради нее. Я аж испугалась. Я лог Мередуб, добрый уставший лог, который защитит тебя. Что ж, отлично. Теперь это чудовище будет таскаться за нами. Но это хорошо. Нам его компания не помешает. Так, если он огонь, что нам надо сделать? Я вот немножко не понимаю. В целом-то с огнем мы же разобрались. Мы поняли, что огонь это... То есть, надо что, его поджечь? А как его поджечь? Что я должен делать? Сжечь бурелом, разумеется. Ради этого и затевал вся эта история с поиском огня. Но я не могу. И ума не приложу, как это делается. Может, меня нам с этим как-нибудь поможут? Я с ней поговорю. Что нужно сделать, чтобы огонь себя проявил? Видишь ли, это чучело. Этот Руи даже не думает гореть. Лог Мередуб не горит. Не умел гореть и не будет гореть. Пламя причинает боль. В теле Лога, в моем теле слишком много чернил, чтобы виси боль. И я не прошу тебя гореть, тупица. Я спрошу, как заставить гореть Руи. Чернила вновь зажгут звезды внутри твоей голове. Чернила зажгут пламя. Учи язык в фолле, и ты снова окажешься в ее доме. И тогда уже никто не сможет тебя прогнать. Предлагаешь мне их выпить, что ли? Ты посмотри на себя. Не похоже, что чернила принесли тебе хоть какую-то пользу. Лишь те, кто могут творить, могут пить чернила. А деревянный браслет так и останется деревянным браслетом. Браслетом из Мередуба. Печально воцарять деревья. Я тебя ни разу не видел. Милоша, я помню, тебя нет. Ты и раньше умел превращаться в мию? Или ты так выглядишь только в омуте? Руки защитника даже не сел, но сила гаснет. Чернила гасят ее. Лог Мередуб всегда был на сражении твоего шан, когда твой шан становился до дэ. До дэ это амнезия, глупый ты червяк. Твой шан становился до дэ. Ты понимаешь, что несешь? По твоему, я становился амнезией. Твой шан становился до дэ. Ты вспомнишь. Кто теперь твой хозяин, раз Милоша? Раз Милош ушел, значит, Руи теперь твой хозяин? Огонь сам себе хозяин. Огонь делает, что хочет. И сражается с кем он хочет. Огонь поможет. Но не зли его, если не хочешь опалить перьями, мистер птица. Твоих советов мне еще не хватало, червь. Я тоже сам себе хозяин. И меня злить тоже не следует. Лог Мередуб твой друг. Огонь твой друг. Единственный твой враг. Фоллия. Она боялась тебя. Пока не отбросил назад, далеко назад. Вышвырнула проще своего дома. Теперь придется начинать сначала. Тебе придется начинать сначала. Это ты, величайшая глупость, тупой червяк. Ты назвал себя Локом. Что это значит? Лок Мередуб не понимает, о чем говорит звезда мальчик. Вот опять. Что это значит, Лок? Лок. Все с тобой понятно. Если не Фрина, не Бо создали ума, то кто? Браслет одного... Браслет многого не знает. Лок Мередуб защищал, пока чернила не въел из его тела. Но у него лишь два глаза, чтобы видеть. У тебя тоже есть мозги. Так что поднапрягись и вспомни. Лок Мередуб создали для того, чтобы защитить. А не для того, чтобы запомнить. Запоминаю. Ты вспомнишь сам. Быстрее уходи отсюда. Я спросил пока, как заставить тебя гореть. Он ответил лишь, что чернил зажгут звезды и огонь. Но чернил напредили Локу. Это уже второй вопрос. Он сказал, что пить их можно только тем, кто способен творить. Творить, да. Но я умею. Я же ювелир. Вообще-то я думала, что он говорил о Цурай. Цурай творят с помощью чернил. Вроде как на живопроекторе. Значит, чернила могут мне сотворить пламя. Все ясно. Идем. Куда? Чернила пить? Мне-то зачем? До меня дошло. Ты же хозяин Ломы-то. Если бы ты выбер чернила, то бы поменял его по своему желанию. Создал нам выход отсюда. Точнее, мог бы это сделать. Будет ты настоящим Цурай. Не наполовину. Видимо, потому я и здесь, чтобы помочь тебе в этом. Так что, пошли пить чернила. Я видел тут графин с ними неподалеку. Наконец-то все в Цвете. Хватит пищать. Фоли рядом, Фоли злится. Она возьмет твои воспоминания, звездные мальчик, и образит их против тебя. Ты идешь? Не хотелось бы терять тебя из виду. Мало ли что может скрываться в этих коридорах. Только не надо хныкать. Скоро буду. Мне надо осмотреться. Я предлагаю закончить на этом, потому что у меня уже садится голос. Все очень запутанно, очень интересно. Надеюсь, главы будут выходить быстрее, а не через два года. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, на мой инстаграм. Делайте колокольчик серым, чтобы не пропустить новые серии Корона из Листи. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok